всем привет сегодня хочу вам рассказать о некоторых лапках для швейных машин и начнем мы с первой лапки которая у меня шла в комплекте со швейной машиной вот такая вот лапка это обычная универсальная лапка но у нее есть вот такая вот кнопочка и сейчас я вам покажу для чего она здесь предназначена берут к не начинаю прошивать дошла до того места где у меня происходит перепад то есть здесь у меня более толстый слой ткани соответственно вот эта часть лапки она у меня как бы приподнялась вверх что я делаю я лапку выравниваю и нажимаю на вот эту вот кнопочку штырек вошел в отверстие и лапка зафиксировалась в ровном положении далее я прошиваю место где у меня перепад высоты когда мы этот участок прошили данный штырек сам выскочил и лапка приняла правильное положение и в следующий раз когда мы снова доходим до участка где у нас перепад высоты снова фиксируем лапку и прошиваем две лапки для подшивания ровного края чем они отличаются данная лапка имеет вот такую вот деталь посередине она поможет нам сделать имитацию оверлочные строчки здесь есть вот такой ограничителем позволяет сшить ровную строчку мы с вами можем взять вот таким образом и ровно прошить две детали вместе если у вас позволяет машинка вы можете регулировать положение иглы тем самым задавать нужный вам воздух от края здесь у меня было одно положение иглы здесь уже другое как вы можете видеть и ровная строчка получается также данная деталь позволяет нам прошивать ровно уже сшитые между собой детали устанавливаю данный ограничитель шов и теперь я могу на одинаковом расстоянии прокладывать дополнительную строчку сейчас покажу вам вторую лапку опускаю лапку выбирая строчку зигзаг либо другую строчку для обметки края и начинаю прошивать самое главное настроить строчку таким образом чтобы игла не попадала на вот эту вот металлическую палочку посмотрите ткань совершенно не стягивает а сейчас я вам покажу строчку но на вот этой лапке у меня ткань довольно таки плотная поэтому не слишком видна разница на более тонких тканях это будет еще более заметно я думаю все таки видите какой здесь ровный край какой вот здесь он стянутый следующая лапка вот такая она нам позволяет ровно сшивать две детали вместе беру две детали устанавливаю их таким образом чтобы они обе были возле вот этого вот разделителя и начинаем прошивать получается вот так конечно нужно экспериментировать с натяжением нити я сейчас просто показываю для чего эти лапки также я думаю эту лапку можно использовать для ровного прошивания каких-то деталей уже со швом также как я показывала с данной лапкой у нас вот эта деталь встает в шов и мы можем ровно проложить зигзаг либо отступить и от одного или другого края какое-то расстояние прошивать либо вообще использовать двойную иглу и прошить ровно на расстоянии от шва сразу двойной иглой следующие лапки они в принципе очень похожи на вот эти точно такие же только здесь немного другой ограничитель поэтому нет смысла их показывать и принцип действия такой же я не специалист поэтому лично мое мнение если будете покупать толка достаточно какой-то одной из них вот такая лапка она хороша на какие-то капризных тканях так как здесь только небольшое отверстие для прямой строчки ткань не будет западать внутрь так как тонкие ткани имеют такую особенность ткань будет лучше удерживаться и соответственно строчка будет более ровная здесь имеется два вида отступа то есть вы можете прокладывать строчку на расстоянии тут по моему 32 здесь 6 с чем-то миллиметров также здесь имеются вот такие бороздочки тоже для того чтобы прошивать на ровном расстоянии вы легко можете сориентироваться а вот этим вот бороздочка где начинать прошивать угол также здесь имеется вот такой вот ограничитель он тоже помогает нам пришивать ровный край в начале я прошиваю по ограничителю далее ткань мы разутюживаем ставим лапку либо вот таким образом либо переворачиваем и ставим вот таким образом край лапки у меня идет наравне со швом и я на начинаю прошивать вот так мы должны установить лапку таким образом чтобы ее край если мы хотим на вот это расстояние прошить был возле шва ровненько от края и еще конечно же мы можем сделать очень большой отступ установив вот этот ограничитель шов то есть это уже у нас почти сантиметр от края получился таким же образом эту лапку можно использовать для подгибания ткани например смотрите тоже прекрасно подходит устанавливаем ткань возле вот этого ограничителя и начинаем для подшивания края вполне подходит так дальше у меня есть вот такая лапка для создания бахромы выбираю зигзаг получаем и вот такую вот бахрому в интернете я нашла то что ее нужно эту бахрому еще вот таким образом разрезать и получается вот такая вот ерунда не знаю я кому это нужно может быть кому то нужно можете что-то неправильно делаю очень принцип действия вот такой попробую потянуть за вот эту красную ниточку натянуть ее посильнее в общем вот такая вот штука получается в принципе может быть это для создания вот такого объема но не знаю я может быть с натяжением тут опять надо как-то поработать но в общем вот такая лапка может быть она пригодится я честно говоря и вообще не пользуюсь она просто была в наборе если кто-то такой лапкой пользуется расскажите как и ей правильно пользоваться и для чего вот такие они есть разного размера и у меня еще они отличаются тем что здесь как круглая борозда а здесь прямоугольная на мой взгляд с такой бороздой лучше шить и край зигзагом чтобы он был такой кругленький такой бороздкой прямые строчки подгибаем край край в два оборота размер зависит от того какого размера у вас улиточка устанавливаем ткань вставляем иглу и делаем буквально парочку стежок все поднимаем лапку игла у нас в ткани и ткань не заводите ткань слишком далеко я сейчас покажу что будет если сильно вот таким образом ее заводить на держать ровненько прямой угол то есть вот где я держала ровно и вот где я загнула больше чем нужно то есть видите край ткани у нас торчит он подвернулся и торчит это конечно можно все подрезать но мы с вами используем литочку для того чтобы сэкономить свое время сейчас мы с вами попробуем сделать те уже с помощью такой же лапки нос бороздкой круглой зигзаг точно также подгибаю ткань два раза выбираю зигзаг размер уже смотрите по размеру свои улиточки иглу оставляем ткани поднимаем и точно также вводим ткань в улиточку все начинаем прошивать получается вот такой вот красивый край как я уже говорила нужно тут потренироваться с натяжением нити получается вот такой объемный край поэтому рекомендую хотя бы одну улиточку себе приобрести и последнее что сегодня хотела показать это вот такая вот лапка для косой бейки я уже как-то показывала когда шила сумочку есть такие лапки более сложные это такая вот простейшая значит смотрите здесь два регулятора один регулятор у нас продвигает вот эту деталь мы подстраиваем его под размер косой бейки а вот этот регулятор позволяет нам отодвигать всю конструкцию если вдруг у вас не меняется положение иглы если же у вас меняется на машинке положение иглы то в принципе вам это делать не нужно беру бейку вставляю и вот сюда настраиваю регулятор под размер своей бечки ищу положение иголочки как я уже говорила можно сделать это с помощью вот этого винтика и вставляю ткани здесь есть вот такой зазор в которой мы будем вставлять ткань вот так и начинаю прошивать можно для начала подержать за хвостики получается вот так вот ровненько пришитая веечка быстро и легко в общем вот такой вот обзор у меня сегодня получился у меня еще много лапок в запасе поэтому если будет интересно я расскажу еще о других лапках у меня есть вот такие вот шагающие лапки есть для кожи для пришивания пуговиц для пришивания молнии для потайной строчки но я не хочу делать очень длинное видео сегодня были такие лапки которыми очень удобно обрабатывать край также как и косой беечкой мы с вами тоже можем обрабатывать край в принципе эту лапку можно сюда же отнести и вот это для бахрома так в принципе все эти лапочки нам помогают с вами делать строчку прошивать ровно край и также отметывать я не швея поэтому насчет некоторых лапок могу ошибаться как-то неправильно показывать их назначение показываю вам то как использую их я кому видео было полезно ставьте лайки подписывайтесь на канал а я с вами прощаюсь и до встречи в новых видео всем пока пока